Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике расскажу вам, как пользоваться приложением. Называется оно Adobe Drone. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А также на платформе Google Play это приложение имеет вот такую статистику. Статистика довольно-таки неплохая, то есть не у каждого приложения есть подобное. Но и перед началом самого видеоролика я бы вас хотел попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят больше сейчас в аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Также не забывайте ставить лайки. Ну а мы приступаем к самому видеоролику. Итак, при входе в приложение у вас будет вот такой интерфейс. Тут вы можете посмотреть свои проекты, а также работы других людей. Для начала давайте рассмотрим параметры этого приложения, что-то вообще в целом имеется. То есть здесь свои проекты, можно посмотреть о приложении, но я хочу посмотреть параметры этого приложения. Другие функции, я думаю, вам они будут в принципе бесполезны для вас. Параметров достаточно-таки мало, то есть вы можете забросить обучающие метки и диалоговые окна. Также посмотреть панель инструментов, то есть можете поменять, поставить его слева или же справа. ну и все в этом плане то есть сами как будьте как вам понравится в принципе так и сделаете давайте рассмотрим то есть рисунки уже других людей то есть как они рисуются вам вы можете также просмотреть все дела может что-нибудь для себя и возьмите то есть может посмотрите как они в целом это дело рисуют также на ю тубе есть достаточно так много туториалов на все это дело то есть у зарубежных ютуберов я построил такие красивые рисунки получаются также можете посмотреть все это дело на ю тубе так при добавлении вашего рисунка вас то есть уже есть выбор формата то есть вы можете выбрать как планшетный лист как квадрат то есть как большая в эту большую открытку то есть можете посмотреть цифровой иллюстрации и печати то есть все как вы решите принципе я выберу квадрат то есть чтобы вам как минимум примерно показать что тут можно сделать мне принципе квадрата слонщики универсален и так у вас небольшой выбор инструментов для начала можете также посмотреть масштаб самого вашего и статок можете посмотреть вообще что из себя представляет инструмент для начала прости что-нибудь так скажем вы этим какой так том может учиться также можете поменить размер то есть увидите уже салоен то скажем толще стала наброски стали толще далее вы мужêu прозрачмотрите то есть как вам будет удобнее всего ленту не также можете помнить цвету есть палитра цветов затем кема то есть и уже ваши ваша библиотека то есть библиотека ваших цветов поначалу конечно вас будет отметка 0 именно цветов потому что вы только начинаете с этим работать но вскоре она у вас именно цветов вас будет там больше вы именно самих наберете также вы можете посмотреть настройки самого инструмента то есть можете заметить угол то есть также может помнить размер скорость выключить включить как вам будет в принципе угодно то есть это уже ваше дело то есть решайте сами также видите здесь небольшой правах вы можете рисовать то есть будет открыть все изменения это действительно очень удобно что не для взялись то есть за это им отдельный плюс можно выделить все что миссию и так что можно уже просматривать ваш инст Peanon как его насколько хорошо его вработали а и так с этим разобрать давайте рассмотрим далее то есть далее вот такой у нас инструмент идет рисую довольно таки неплохо тоже может пособит также вы можете настроить у только не помните патрики название самих у Но данного, потому что все названия я, довольно-таки, не знаю. Далее, вы можете для начала просто протестировать именно все инструменты, которые вам понравятся. И уже постепенно выбирать, с каким вы будете работать в дальнейшем. То есть уже может что-то выбрать. Так что я буду называть этот инструмент ластиком. Потому что он, так скажем, стирает все ваши косяки, которые вы допустили во время работы. То есть на большие помарки, то есть на что у вас именно не получилось. Вы можете им все это дело подтереть и так далее. В принципе, мы разобрались. У этого инструмента тоже есть настройки, можете посмотреть, что вообще у них располагается. Вот эта стрелочка, так скажем, это шаг назад, который у вас сверху. Также можете посмотреть фигуры, то есть, какие фигуры, в принципе, вам будут удобны. Есть такая небольшая разметка для фигуры, то есть, вы можете регулировать их самостоятельно от руки. Далее посмотреть слои изображения, то есть, что вы добавляли в слои также. Можно посмотреть настройки этого превышения настройки, именно настройки всего этого образца. То есть, они довольно-таки, тут их немного, то есть, интерфейс настроек очень мало. Но все же он тут хотя бы не меняется. Далее можно поставить фулл-экран, то есть, именно так же можно взять фоновый цвет или слой рисунка. То есть, вот фулл-экран у вас вверху, в самом правом верхнем углу. Вы можете его посмотреть, то есть, действительно очень удобно. Вы можете смотреть масштаб, как вообще в целом вам сама работа будет. Это действительно тоже очень удобно. Далее, чтобы сохранить, вы должны нажать на эту стрелочку, которая располагается практически в центре всего этого дела. Именно наверху, практически в центре. Вы можете опубликовать где-нибудь ваш проект, либо же отправить его в другие приложения. То есть, так же можно его сохранить либо в формате PNG, либо в формате JPG, то есть, именно в формате с фоном. А PNG это уже с белым фоном, то есть, как вырезку вы можете это все дело скопировать. Но для этого, для начала, вам нужно дать доступ к вашей галереи, чтобы вы смогли хотя бы как-то сохранить это дело. Без этого у вас никак это не получится. Итак, мы с этим разобрались. Перед тем, как выходить, вообще с видеоролика я бы вам хотел сказать все такие главные проблемы, которые возникают у людей при работе с этим приложением. То есть, я почитал в Play Market и нашел три главных проблемы, то есть, три основных проблемы, которые случаются у людей при работе в этом приложении. Первая проблема, что делать, если у вас вылетает это приложение. Вторая проблема, что делать, если вы обнаружили баг в этом приложении. И третья проблема, самая последняя, что делать, если она у вас слагает. То есть, сейчас мы поговорим, и я скажу вам, что сделать, чтобы избежать подобных проблем, если же они у вас есть или же когда-то будут, то есть, появятся. Все же я рекомендую вам дознареть видеоролик до конца, чтобы как-то хотя бы понять, как с этим потом справляться. То есть, потом вы, может, забудете вообще про мой видеоролик, но лучше сразу узнаете, как это все делается. Советы будут универсальны не только для этого приложения, вот именно, но и для других тоже, так скажем, вы сможете посмотреть. То есть, именно для других приложений такие же советы вы сможете применить. Итак, давайте рассмотрим первый совет, что делать, если у вас вылетает приложение. Я рекомендую вам посмотреть, какого года у вас, телефон в целом, то есть версия Android, то есть именно могу сказать, что на Samsung 2016-2017-2018 года это приложение будет вылетать, потому что интерфейс, именно система там довольно-таки слабая, то есть оно не прогружает именно конкретно все эти, именно заготовки этого приложения, то есть именно работают, то есть оно будет просто у вас вылетать. Я рекомендую вам обновить систему, потому что система слишком устарела на нем, и в принципе это все можно загрузить, дополнительные небольшие такие возможности вашему телефону подгрузить, то есть все это можно делать через интернет, либо посмотреть обновление ПО, если же у вас имеется такое приложение, либо же зайти, так скажем, в настройки, и через настройки уже все это дело обновить, то есть если вы не поняли, как это сделать, напишите мне лучше во ВКонтакте, ссылка на мой ВК есть в описании. Там я вам в принципе видеоформат даже небольшой сделаю, как все это делать, потому что на каждом телефоне свой интерфейс в скринаве сейчас вам это давать просто полный бред. Так я вам ВК объясню в принципе как можно это все делать. В ВК отвечаю в принципе каждому, главное, чтобы вы меня не спамили. Дождитесь своего ответа, то есть мне в день достаточно много человек в последнее время пишут, но все же я отвечаю. С этим мы разобрались. Кстати, отмечу, что на айфонах это приложение вообще вылетать не будет, и для тех, у кого айфон локатен, то что там вряд ли будет, потому что система айфона довольно-таки продвинутая в этом плане. Переходим к следующей проблеме, что делать, если вы обнаружили баг в этом приложении, то есть в PlayMarket или в AppStory я нашел такую функцию именно у этого приложения, то есть можете зайти на именно сам установочник, и чуть ниже отлистать, у вас будет такой раздел, как связь с разработчиками, то есть вы сможете посмотреть почту именно, вообще разработчику, то есть написать им напрямую на почту, им написать проблему, даже в видеоформате можете все это дело отправить. Они будут исправлять ошибку приложения в течение 24 часов. Это в принципе достаточно-таки быстро, то есть вы тем самым сможете не только помочь себе, но и другим людям работать в дальнейшем с этим приложением, так сказать, помочь и разработчикам тоже оптимизировать хорошо это приложение под все телефоны, и чтобы не было никаких подобных лагов. Далее, что делать, допустим, еще, если вас лагает вот именно само приложение, когда вы заходите, вот в самом телефоне, так скажем, лагов не проходит, но в этом приложении именно лагает, то есть сейчас я объясню вам, что делать, чтобы от этих проблем избежать. Для этого вам потребуется приложение либо Clean Master, либо UpCapClean, то есть скачивайте любое из этих приложений, в принципе, они все очень довольно-таки годные. Там вы сможете почистить кэш, то есть для начала, я рекомендую вам ускорить это приложение, там можно, в принципе, это сделать, открыть функцию ускорения пакетов, вот ускорите сразу, у вас там будет такой раздел с приложениями, то есть я сделал обзор на оба из этих приложений, можете увидеть обзоры на моем канале, либо просто зайти в плейлист и посмотрите в обзорах приложений, отлистайте примерно 10 видеороликов назад, и вы найдете обзор на эти приложения. Я, в принципе, там все это грамотно очень рассказал, и, думаю, доступно и всем понятно, все это будет делом. Не забывайте посмотреть, если вам будет это интересно, если у вас будут такие лайки, так сказать. Не забывайте вернуться на мой видеоролик и все это дело пересмотреть. В принципе, я уже все рассказал, на этом, я думаю, буду заканчивать. Также, если вам нравятся мои видеоролики, не забывайте делиться со своими друзьями, подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Ну а на этом все, с вами был ProGamer, всем до новых встреч, увидимся в следующем видео. А следующее видео будет именно про фотошоп от компании Adobe. Также не забывайте на него приходить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok